Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня вторая часть выживания в Майнкрафте Бакет Делижн. Собственно, мы набрали 25 лайков, и вот вышла вторая серия выживания в Майнкрафте. Собственно, как я и обещал, мы сегодня будем находиться в пещере. Я уже спустился в такую пещеру, спустился довольно глубоко, и могу сказать, что я ничего не нашел, кроме угля. Ну и спустился резко, очень резко, и, друзья, сейчас мы будем её обыскивать. И, собственно, я ещё пока ничего толком, как я говорю, не нашёл, железа у меня нет, у меня те же ресурсы, которые были раньше, которые вы видели, просто, я могу сказать так. Но спускаемся глубже, и мы должны найти железо, вот оно, вот наше железо. Спасибо Майнкрафту, спасибо Майнкрафту за железо. Ладно, собственно, мы потом сделаем железную кирку, это будет классно. Ну, а пока мы добываем вот это железо, которое мы нашли. И, конечно, нужно будет сделать и броню, но где-то, чёрт возьми, у нас ходят зомби. Так, нужно сначала следовать, чтобы он нас не красанул, то есть не убил сзади. Так, а вот они вдвоём. Что у вас там, ребятки, спавнер? Сейчас посмотрим, всё, посмотрим. Мне кажется, у них там спавнер, неужели два зомби могут куда-то так заспавниться? Да, друзья, бывает такое, что два зомби могут заспавниться в одном месте. Удивительно, ну, Майнкрафт нас умеет удивлять. Ладно, собственно, давайте добудем вот это наше остаточное железо и двинемся дальше. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что у нас находится в конце той пещеры, где у нас были зомби. Уголь нам, конечно, не помешает, сделаем больше факелов и будет нам счастье. Ладно, будет счастье нам, когда мы добудем алмазы из собственного железа. Ну, я так понимаю, мы и вправду сделаем, наверное, уже хотя бы половину железной брони. Ну и тупик. Ладно, ничего страшного, будем возвращаться обратно, пещера ещё большая. Я думаю, что мы здесь приведём около половины этой серии. Потому что эта серия была рассчитана, по идее, как раз на всю пещеру. Ну, я думаю, пещера будет небольшой, потому что она уже сначала казалась небольшой. Хотя бывает такое, что из маленькой пещеры появляется довольно огромная пещера. Ладно, ничего страшного. Идём дальше, друзья. Половина серии побудем в пещеру, в половиной серии побудим по миру Майнкрафта. И что-нибудь, может, опять найдём. Так, ничего нет, мне показалось. Мне казалось, что там было железо. Уже просто мерещится. Ну, а пока... Так, что у нас там? Водичка. Водичку нужно закрыть. А вот у нас здесь она текёт. Давайте закроем наш рудник, так можно сказать. Хотя здесь есть альтернативный выход, друзья. И есть железо, которое нам никак не помешает. Ну всё. Теперь я уверен, что мы сделаем даже полный комплект брони. Хотя бы она нас спасёт от одного взрыва крипера, если он подойдёт неожиданно. Такое бывает часто. И летучая мышка, друзья, не пугай. Не пугай нас летучая мышка, не надо, не надо. Это... Ладно. Гравий. Нужно быть осторожным, иначе нас может засыпать. Так. Ну, мы поднимаемся вверх. Собственно, алмаз здесь нам уже не видать, потому что алмазы всегда спавнятся внизу. И, собственно, наверху ничего мы уже не найдём. Ну, кроме железа, конечно. Ну и золота мы тоже здесь не найдём. Так. Спуск вниз. Ну, там мы уже были. Там светится, наверное, наш вакел. Я не думаю, что это лава. Хотя, может быть, лава, но вряд ли. Если лава светится, то её должно и быть видно. Редко бывает такое. Ну, всё-таки такое бывает. Ладно. Да, друзья, это наш факел. А мы давайте двинемся сюда вот в эту тёмную пещеру. И куда же мы выйдем? Ну, а мы вышли опять на своё место. Но мы нашли железо. Замечательно. Замечательно. Собственно, уже половину пещеры, я так понимаю, мы исследовали. И, наверное, будем скоро выходить. Ну, а пока нам нужно приготовить покушать. Потому что наш персонаж довольно голоден. Так, крыльчатина ему не помешает. И, собственно, смотрим, что здесь есть. Ничего больше нет. Ни золота, ничего. Ну, золото я вообще даже не хочу добывать. Толку от него нет. Но если, конечно, найдём, добудем. Потому что... Ну, я не знаю. Есть толк, есть толк, друзья. Есть, я ошибся, да. Из него можно сделать золотые яблоки. Даже можно зачарованные. Но это уже сложно, сложно. Там уже нужны будут блоки золота. А это будет довольно сложно. Ладно, покушаем ещё. Восстановили весь голод. Так, давайте прыгнем в водичку. Фейл. Фейл. Ладно, ничего страшного. Собственно... Так, а мы здесь же только что были. Ладно, поднимемся наверх. Посмотрим сюда нас наверху. Ну, опять мы пришли к своим факелам. Ладно. Давайте тогда выбираться из этого места. На поверхность. Нужно сначала будет найти выход. А, собственно, искать его и не пришлось. Вот, друзья, это выход. Туда уж не пойдём. Там я вижу, толку нет. Идти туда. И будем тогда выходить потихонечку на поверхность. Смотря вокруг, может что-нибудь найдём. Так, хотя вот эту дырочку я даже не заметил. Смотрите, какое углубление. Железо. Да, смотрите, маленькая пещерка. Ну, в конце она разворачивается в большую. Довольно неожиданно. Ладно. Добываем железо и уже, наверное, выходим наверх. Так, отлично. Уголь тоже можно собрать. Я не хочу собирать уголь в этой серии больно. Потому что это больно, друзья. Занимает много времени. И никто не хочет смотреть, как я собираю этот уголь. Ладно. Будем тогда и вправду выбираться наверх. Уже пора. Надеюсь, ночь уже прошла. Хотя, прошло мало времени. Но ночь могла уйти. Могла. И посмотрим, что у нас творится вообще наверху. Так. А вот, друзья. День. День. Хорошо. Ладно. Давайте выберемся. Туда, наверное, идти толку нет. Да, нету толку идти. Хотя, есть толку. Есть. Я ошибся. Неожиданно так сбоку, слева у нас появилось железо. Среди земли это было, опять же, неожиданно. Но, собственно, мы выходим наверх. Так, кстати, кто? Так. А, паучок тут. Паучок у нас здесь бегает. Овечка. Так, там золотой у нас кто? Скелет, да? Ух ты. Еще один золотой зомби. Хорошо. Давайте-то отойдем в сторону, чтобы не привлекать скелета. А это у нас, друзья, не скелет. Вот это у нас отброс. Так. Ладно. Один комплект брони у нас гарантирован. Так, давай. Умирай зомби и давай нам свою броню. Так. Ух ты. Собственно, у него шипы, друзья. Это довольно замечательно. Но шипы у него стоят либо на груднике, либо на штанах. Потому что я вроде ударил по штанам. Ладно. Его шлем отброса мы брать не будем. И сразу хочу сказать, друзья, большой палец вверх или лайк за целый комплект брони. Собственно, паучок. Давай я делаю. Вот, отлично. И, собственно, давайте двигаться дальше. Так. Кактусы пустыни. Но в пустыне возвращаться мы даже больше не будем. В первой серии мы там побуждали. И, друзья, сейчас красиво упадет песок. Опа. Да, в пещере толку, как вы понимаете, нет. В пещере, точнее, в пустыне. И поэтому будем бродить хотя бы по этому биому. Может быть, что-нибудь цены и найдем. Хотя я уже не уверен. Майнкрафт что-то слишком мало нас удивляет. Ну, собственно, наверное, железную кирку и обновление наших вещей мы будем делать уже в третьей серии. Ну, собственно, вот это удивление, друзья. Железное на поверхности нашего мира Майнкрафта. Это довольно редко встречается. И хочу сказать, что это очень удивительно. Почему у нас заспавнилась целая... Целая такая окаменелость наверху нашего мира. Хотя это бывает только в одном биоме, друзья. Да, но это сейчас не такой биом. Про какой биом я говорю? Я говорю про тот биом, где у нас камень плюс гравий. Это у нас что-то типа... Гор. Но это не горы. Я не забыл, как это называется. Но вы поняли, о чём я говорю. Но, собственно, мы сейчас находимся в совершенно противоположном биоме. Генерация удивляет. Заспавнился какой-то остров. Он находится довольно высоко. И немного парит в воздухе. Ладно, если была бы физика, друзья, это всё упало бы. Но мы живём в мире Майнкрафта, где царствует не физика, а царствует что-то неземное. Ладно, опять же, у нас уголь на поверхности мира. Но это уже встречается довольно часто. Даже в горах мы можем его найти. Но я хочу задать один вопрос. Где же найти нам изумруды, друзья? Я никогда не встречал изумруды. Хотя один раз я, наверное, встретил. И где их реально искать? Я смотрел видео многие, друзья. Точнее, просто случайно смотрел. Не смотрел именно про изумруды. Хотя можно даже посмотреть. И я видел одно видео, где один парень рассказывал, что изумруды находятся в горах. Вот горы у нас сейчас стоят. Они находятся там. Но я не верю. Как думаете, где же их чаще всего можно найти? В пещерах или где-то там, в других местах? Я очень буду рад, если вы напишите мне ценный комментарий, друзья. Ну, собственно, генерация опять удивляет. Опять исполнился уже точно летающий остров. И можно поставить первый лайк. Ну, как вы это сделаете? Ладно. Ладно, ладно, шучу. Ну, остров и правда очень классный. Да, он целиком парит. Воздухе он не касается ни блока. Генерация теперь удивляет. Ладно, Майнкрафт. Всё, успокойся. Ты меня удивил. И я больно сильно удивлён. Так, собственно, там нас океан. Надеюсь, плыть нам не придётся, потому что я вообще не хочу путешествовать на лодке. И, собственно, давайте что-нибудь найдём. Один камень. Один камень. Одна трава. Одни деревья. И, друзья Майнкрафта. Ладно, извини, извини, что я не тебе всё гоню, гоню. Ну, ладно, спасибо, друзья. Мы нашли болото. Да. Мы нашли болото. И самая первая мысль, когда мы находим болото, возникает. Давайте найдём домик ведьмы. Друзья, шанс того, что мы найдём домик ведьмы, равен тому же шансу, что мы найдём храм в пустыне. То есть 50 на 50. Может, даже 40 на 60. Вы понимаете, что здесь, если болото довольно большое, то домик ведьмы здесь должен быть 100%. Собственно, ладно, если я его найду, то третью часть мы начнём именно с дома ведьмы. Ну, опять же, я повторюсь, стандарты те же, друзья. Чтобы вышла третья серия, набираем 25 лайков, и я сразу выпускаю видео. Не сразу, друзья, я снимаю и выпускаю видео. Сынка, ты что со мной рядом бежишь? Не надо так делать. Собственно, мы ищем домик ведьмы. Нам никто же не помогает. Было бы классно, если от толков было бы толк. То есть, друзья, мы могли бы давать ему команду и найти кумс-хижину. Он находит, там сидит, а вы по его координатам идёте. Ну, это было бы замечательно. Такие моды есть на ПК, 100%, я уверен. Ну, друзья, в нашем Бакет Эдишн это нужно было бы переделать в искусственный интеллект. Ну, а пока это нам не надо. Ну, идея была прикольная, потому что волк довольно редкий моб. Найти его довольно сложно, и прижить его тоже довольно сложно. Ну, наверное, многие хотели бы такое, что я сказал до этого. Ну, друзья, умных волков нам ещё, наверное, пока не видать. Ладно, сейчас нам будем довольствовать тем, что у нас есть в нашем мире Майнкрафта. Хотя бы добавили поршни. Ну, собственно, друзья, о стандартах я вам писал. 25 лайков и третья часть. Ну, а вот на этом серия заканчивается. Ставьте лайки, и не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok